Опубликован рейтинг лидеров мобильного рынка в 2019-м. Huawei анонсировала старт продаж беспроводных наушников FreeBuds 3 в России, а геймпады Steam Controller снимают с продаж и отдают за копейки. Всем привет, вы на канале Мобильный Придира, а это самые интересные новости технологий. Опубликован рейтинг лидеров мобильного рынка в 2019-м. Авторитетная консалтинговая компания Gartner представила обновленный рейтинг компаний, которые продали больше всего смартфонов в текущем году. Несмотря на незначительное сокращение общемирового темпа продаж, все лидеры рейтинга сумели реализовать внушительное количество устройств, а в отдельных случаях побить собственные прошлогодние показатели. По данным аналитиков, лидером по итогам трех кварталов 2019 года стала южнокорейская Samsung с показателем 79,05 миллиона проданных устройств, на 1,5% больше, чем за этот период прошлого года. Суммарная доля вендора на мобильном рынке составляет 24%. Вторую строчку заняла Huawei, реализовавшая 65 миллионов смартфонов. Несмотря на санкции со стороны правительства США, смартфоны компании заняли 17% всех мировых поставок гаджетов, увеличив темп сравнительно с 2018-м. На третьем месте американская компания Apple, продемонстрировавшая ощутимый спад продаж. За отчетный период производитель реализовал на 5 миллионов аппаратов меньше, чем в прошлом году. Четвертую строчку лидеров рынка занялась Xiaomi с результатом 32,27 миллиона проданных устройств и рыночной долей 8,3% против 8,5% в предыдущем году. Замыкает пятерку лидеров компания Oppo, которая продала 38 миллионов гаджетов. Всего, по данным аналитиков, за третий квартал 2019-го было реализовано 387 миллионов 477 тысяч 200 смартфонов. Согласно статистике Gartner, наибольшее предпочтение в течение года покупатели отдавали аппаратам среднего ценового сегмента. Huawei анонсировала старт продаж беспроводных наушников FreeBuds 3 в России. Это первые беспроводные наушники открытого типа, в котором одновременно поддерживается шумоподавление входящего сигнала и активное сечение фоновых звуков в реальном времени. Наушники также оснащены датчиком костной проводимости, позволяющим отличить голос пользователя от шума окружающей среды, а также запатентованным микрофоном, эффективно снижающим шум ветра, позволяя совершать звонки и общаться без помех даже во время езды на велосипеде. Huawei FreeBuds 3 построена на базе процессора Kirin A1 с поддержкой протоколов Bluetooth 5.1 и Bluetooth 5.1 Low Energy. Изохранная двухканальная технология Bluetooth собственной разработки Huawei передаёт стереозвук, подключаясь одновременно к обоим беспроводным наушникам, обеспечивая синхронную передачу сигнала со сверхнизкой задержкой на уровне 190 миллисекунд. Футляр для наушников FreeBuds поддерживает технологию беспроводной зарядки и может заряжаться как от беспроводных зарядок, так и от смартфонов, оснащённых технологией реверсивной беспроводной зарядки. Продолжительность автономной работы Huawei FreeBuds 3 в режиме прослушивания музыки составляет до 4 часов без подзарядки и до 20 часов при подзарядке от футляра. Наушники Huawei FreeBuds 3 9 раз были признаны лучшим продуктом IFO 2019 такими изданиями как GearDairy, Geekspin, Popular Mechanics и TalkAndroid. Предзаказ на Huawei FreeBuds 3 в чёрном и белом цветах стартовал 28 ноября в официальном интернет-магазине и розничных магазинах Huawei по рекомендованной розничной цене 10 990 рублей. А 7 декабря наушники появятся в продаже в магазинах-партнёрах компании. Оформивший предзаказ получит фитнес-браслет Huawei Band 3 Pro за 1 рубль. Геймпады Steam-контроллер снимают с продажи и дают за копейки. Ушла эпоха, некогда многообещающие геймпады Steam-контроллер вскоре пропадут из продажи. Устройство, которое Valve когда-то позиционировало как альтернативу классической связке с клавиатурой и мыши, так и не прижилось в народе и понравилось лишь некоторым эстетам-ценителям. Теперь же контроллеры вовсе станут редкостью. Сейчас в Америке Steam-контроллер раздают за сущие гроши, последняя партия распродаётся по смешной даже для нашего региона цене. 5 баксов, когда-то в России за него просили 6499 рублей. После того, как весь склад будет перераспродан, компания Valve не собирается заказывать новую партию. Это будут последние Steam-контроллеры на планете Земля. Напомним, что геймпады от Valve отличаются от привычных устройств, встроенными сенсорными панелями, которые должны были заменить один из стиков и обеспечить великолепную точность навведения. Благодаря этой необычной особенности по задумке на геймпаде можно было играть даже в стратегии. Однако на практике похожая идея казалась не такой уж блестящей. Поиграть сегодня предлагаю в Gridfall – это ролевая игра, действие которой разворачивается в мире, в котором существуют магии и технологии 17 века. В центре сюжета лежит жестокий конфликт между захватчиками, прибывшими на неизвестный остров, и местным населением, которые защищают сверхъестественные силы. Игрокам предстоит высадиться на острове в качестве посланника торговой корпорации и попытаться найти способ лечения загадочной болезни, которая обрушилась на материк. Игроков ждут приключения на необычном острове, в котором важны как умение сражаться, так и умение улаживать всё мирным путём. В Gridfall необходимо уметь как постоять за себя, так и договариваться о нужной вам услуге, ведь ключевая задача – не истребить островитян, а раздобыть лекарства от смертельной болезни, которые островитян не трогает. На острове существует множество группировок, которые могут поддерживать или, напротив, осуждать ваши решения. На взаимодействии с ними также строится внушительный пласт геймплея. К просмотру рекомендую фильм «Невидимка» – София молодая, талантливая, красивая и почти абсолютно слепа. Она профессионально занимается музыкой, а свои одинокие вечера коротает в лондонской квартире. По соседству Софии живёт очень привлекательная девчушка Вероника, которая сразу располагает её к себе. Но их знакомство оказывается недолгим, Вероника погибает при таинственных обстоятельствах, выпав из окна. И без того тёмное дело осложняется тем, что отец спокойно обвиняется в военных преступлениях. Кому понадобилась смерть Вероники? Полиция обращается к единственному возможному свидетелю – Софии. Лишённая зрения, она могла слышать то, что не слышал никто другой. София оказывается в центре жестоких андрей, где сплетаются преступности политика, ложь и месть, страсть и насилие. А на этом у меня всё. Вы были на канале Мобильный Придира. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и делитесь видео со своими друзьями. До скорого! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok